Мы в новом эфире. В правительстве сегодня обсуждают развитие сельских населенных пунктов страны. Я напомню, обеспечивают казахстанские аулы водой, дорогами, соцобъектами и другими благами в рамках госпрограммы Аул Ель БСГ. С нами на связи из правительства мой коллега Тимур Саппар. Итак, Тимур, есть информация, как в регионах справляются с решением задачи? Каковы все-таки планы на этот год? Мы хотели бы послушать. Доброе утро. Рыстан. В правительстве в очередной раз говорят о развитии сельских населенных пунктов. Сегодня о исполнении программы Аул Ель БСГ докладывает лично министр национальной экономики Алибек Куантеров. И вот, что он рассказал, в стране сегодня насчитывается 6 тысяч населенных пунктов, именно сельских. В них проживают порядка 7 миллионов человек. В госпрограмму Аул Ель БСГ входит больше половины из них. Это 3,5 тысячи сел, но в них живет около 90% всех сельчан. В селах продолжают строить, в первую очередь, конечно же, жилье, социальные объекты. Это школы, больницы, объекты спорта и культуры, а также транспортную инфраструктуру. Лучше всего по итогам прошлого года. С освоением средств по госпрограмме справились в Атыраусской, Североказахстанской, Кустанайской и Туркистанской областях. К слову, в Туркистанской области наибольшее количество проектов, больше 300. Хуже всего с освоением средств, опять-таки, справились в Атыраусской области, Мангестауской и Западно-Казахстанской области. Тут глава Кабмина, конечно же, покритиковал Акимов и поручил работать намного лучше и эффективнее. В текущем году запланировано полторы тысячи проектов. Это большая часть из них коснется строительства дорог внутри поселковых. Приоритет, конечно же, на улучшение качества жизни сельчан. Тут, конечно, подразумевают не только обеспечение аулов водой, электричеством, газом, дорогами, школами, больницами. Ну и работает тут упор, как и прежде, в первую очередь, на агропромышленный комплекс, личные подсобные хозяйства, кооперации и предпринимательства. Всего за прошедшие годы действия госпрограммы АУЛ Ельбесага уже выделили и освоили 326 миллиардов тенге, в том числе были выделения из национального фонда. И исполнено более 3,5 тысячи проектов. Главный финишный рубеж для всех глав регионов и для правительства, в частности, это 2027 год. К этому времени все АУЛы страны должны быть доведены до так называемых региональных стандартов. Будем надеяться, как заявили министры, обеспечение человеческими условиями жизни будет не только на бумаге, но и на деле. Растан. Спасибо. С нами на связи был Тимур Саппар.